Музыка Это потом. Потом все расскажу. Я так понимаю, кто хотел прийти, тут по-настоящему пришел. Всем добрый день, добрый вечер. Меня зовут Ксения. Сегодня открытие выставки, так сказать, моей. И оригиналы мандалы висят, которые можете посмотреть, пощупать, кому интересно. И для начала я бы хотела рассказать о том, что такое мандала, если кто-то знает. А так, я тут написала, что я тут все хотела рассказать. Мандала в переводе с санскрита означает круг. Но не был бы это санскрит, если бы было все так просто. Мандала это сфера обитания божеств. Также мандала это сложная геометрическая структура, которая является отображением Вселенной, также картой космоса. Мандала это одно из древних сакральных изображений, которые используются в индуистских и буддийских практиках. Мандала может быть в разных техниках исполнена. Она может быть плоской, может быть объемной. Так, например, все индуистские храмы, они в плане, построены по схеме мандалы. Техники бывают совершенно разные. Мандала может быть нарисована красками, может быть вышита, может быть сделана из дерева. Очень известная мандала, например, буддийская песочная мандала, которую делают из разноцветного песка буддийские монахи. Это очень интересная практика. Они находятся в состоянии медитации, когда работают, и сам процесс длится несколько дней, а то и недель. И в конце эта мандала разрушается. То есть это символизирует непостоянство. Является символом непостоянства материального мира. Также учит не привязываться к материальным объектам. Также мандала очень часто используется в медитации. Заходите, нужно. Итак, мы закончили на том, что мандала часто используется в медитации для сосредоточения сознания на космических энергиях. Благодаря особой структуре мандала настраивает сознание таким образом, что у человека могут открыться новые таланты, либо способности. Также возможно осознание основных элементов мироздания, что также может повлиять за собой открытие целого спектра истин. Также мандала, пропуская через себя свет, наполняет его энергией и информацией, очищая и улучшая пространство вокруг себя. То есть там, где мандала находится, очищается пространство и, возможно, какой-то эффект энергетического человека. Ну, в принципе, это основное, что я хотела сказать о мандалах. А теперь о том, как же я докатилась до того, что я это рисую. Я сама киевлянка, я родилась в Киеве, прожила там свои первые 28 лет. Рисовать я начала с детства, после чего родители меня отдали в художественную школу. Это было в 8 классе, я поступила в художественную государственную школу. Это базовая школа Академии Украины. Дальше был институт декоративно-прикладного искусства и дизайна. То есть у меня высшее художественное образование, я художный дизайнер. Изучала я и классическую живопись, и рисунок, и технический чертеж. И на последних курсах института познакомилась со своим учителем. Как это часто бывает, это и полностью изменилось в мою жизнь. Я начала заниматься энергетическими и духовными практиками. Мой учитель, он больше занимается даосскими практиками. Но также он разработал свой метод. И он во многом работает как целитель. И начинала я с ним работать как пациент. И потихоньку втянулась, и я почувствовала, что это мое. У меня был очень интересный такой период, когда я вдруг осознала, что та жизнь, которую я проживала раньше, это не моя жизнь. И что должно что-то измениться. Я понимала, что если я попрошусь подчиниться и пойду по этому пути, все изменится, но я не знала, как. Я не знала, что меня ждет впереди. Но самое главное, что я осознавала, что так, как было, уже быть не может. И после достаточно короткого разговора с будущим учителем, я сказала, что я хочу у вас учиться. Он говорит, хорошо, вот на книжку работаю. Все. И я начала работать потихоньку. Потихоньку у меня начали открываться какие-то способности. И в какой-то момент я решила переехать в Грузию. Причем, конечно же, это было с подачи учителя. Я почему-то, не знаю, почему, с детства мечтала побывать в Грузии. И в какой-то момент я почувствовала настолько сильное желание. Я говорю, учитель, ну, вот есть такое желание, что делать? А не вместе. А он посмотрел, говорит, тебе туда светит. Едь. И в какой-то момент, то есть я работала на тот момент дизайнером интерьера. У меня были заказы. Все, налажена жизнь. Я все бросила, приехала. Здравствуй, Грузия, я приехала. Здесь же нашла мастерскую Минанкари, разнакомилась. И осталась там учиться. То есть я осталась в Грузии. Мама до последнего момента не верила, что я вообще вот такое сотворю. Пыталась меня отговаривать. На что ответила? Мама, у меня уже билет был как. Поднестованы. А сейчас нет? Да. И вот это было в 2009 году. Я вот так вот переехала в Грузию и начала здесь работать как эмальер. Я работала на Минанкари. Перегородчатая Минанк. Да, Перегородчатая Минанк. Да, Перегородчатая Минанк. Конечно же, я поддерживала контакт с учителем. И с учителем в 2013 году мы поехали в Индию. Это было Гоа. Ну и, конечно же, Индия. Это особая страна. И вдруг там у меня открылся канал Мандал. Они просто начали приходить. Я просто их начала видеть. Я с собой взяла тогда, конечно, и бумагу, и краски. И начала рисовать тогда акварелью. Было очень интересно, потому что процесс, творческий процесс просто нескончаемый был. Это круто, потому что я постоянно находилась в этом творческом потоке. Я все время эти Мандалы рисовала. То есть сижу на пляже, значит, под зонтиком. Все это практически в состоянии медитации уже, в таком состоянии дзен. Ничего не вижу, никого не слышу. И в какой-то момент тут сижу рисую. Я же испугалась. Кто-то стоит за спиной. Стоит индус с такими большими глазами. Показывает мне, что круто. Я думаю, ну, если сами индусы заценили, значит, наверное, я на правильном пути. Потом мне это дело все пришлось бросить, потому что начались очень грустные события в Украине 14-го года. На какое-то время я вернулась в Украину, и вдруг мне попадается очень интересная техника, точечная техника. Так называемый dot painting. Это одна из древнейших техник в изобразительном искусстве. Она встречается на всех континентах. На сегодняшний день она сохранилась больше в Австралии. Австралийские бриллигены с помощью этой техники записывают, передают информацию. И для меня это показалось самым оптимальным решением, потому что то количество информации, которую я на сегодняшний день могу получать, вот эта техника дает возможность эту информацию передать. То есть, каждый лепесток мандалы, да, потому что я рисую, это множество точек, и в каждой точке выложена информация. И создается совершенно другой эффект. В общем, в итоге, учитель оценил мои работы, и сейчас много моих работ у него находится, и ему это помогает, потому что проявились также целительские моменты. Одну из первых мандалы я нарисовала для своей мамы лично, и был такой случай, когда моя мандала сняла ей температуру высокую. То есть, она просто легла, и как бы, ну, подхватила вирус, и никакие таблетки, лекарства не помогали. Налегла, просто накрылась мандалой, и через 10 минут температуры не было. И мой учитель очень часто пользуется, потому что к нему приходят люди, как последняя инстанция обычная, подселитель. Люди приходят в очень тяжелых состояниях, и мои мандалы во многом помогают пробоваться. Хотела бы вам еще интересную дать практику сегодня. Мы сегодня поработаем с вот этой мандалой. Это глаз Шивы. Шива такой очень интересный товарищ. Кроме всего, он очень хорошо очищает сознание. И, например, вот эта мандала, она способствует очищению сознания. То есть, когда вот иногда бывают у нас какие-то мысли, не дают нам покоя, либо мы не можем найти решение какой-то проблемы. Ну, и в принципе, большинство проблем, они у нас в голове находятся. И для того, чтобы облегчить свое психическое состояние, вот очень интересная практика. Как это делается? Можно просто мысленно это изображение представить у себя в голове. И просто понаблюдать, что происходит. Вы можете сейчас это сделать. Можно закрыть, если вы можете с открытыми глазами сосредоточиться. Кому не видно? Главное, ничего не пытайтесь сделать. Просто представляйте изображение у себя в голове. Поможете что-то почувствовать, либо увидеть. Очень хорошо. Продолжение следует. Хорошо, успокаиваю. Продолжение следует. Уже, почему на этой карте книге у нас длиной голого цвета? Потому что здесь голова Ганеши, это слово, голова Сангхи. Кстати, слушай, от тебя мне немально вспомнилось много-много лет назад, я еще ребенком была, и продавали, как-то, я не знаю, как мы вышли на этого человека, какие-то лечебные пластиночки, они были золотистого цвета, и лечебность заключалась в том, что надо было их отлепить и прилепить к себе какое-то место, допустим, если у тебя горло болит, где-то здесь, я точно так не помню детально, или желудок, и там какие-то точки были, куда надо было это прилеплять на пару часов, и серьезный эффект был. Так я сейчас вспомнила, как раз-таки там были какие-то мандалы, такие структуры, и я сейчас поняла, что на самом деле, я тогда, ну, ребенок была, я вообще не понимала, что это, ну, как эта штучка может лечить, и вот там вот как-то это нарисовано было все, и вот сейчас я вспомню, это была мандала, как-то специально, я не знаю, как они там вывели это все, но реально люди лечились этим, на какие-то точки прикладывали эти мандалы, маленькие вот такие, там как бы прозрачная была, она окреплялась и прикреплялась там каким-то точкам, и сейчас вспомнила. Ну да, потому что мандала, это определенная схема. Да. Вот у меня, когда открылся канал, вообще, как это все происходит, я рисую, в принципе, без эскиза, без ничего, сразу на холсте, потому что я рисую в состоянии медитации, то есть я начинаю медитацию до начала работы и, в принципе, нахожусь в этом состоянии, я никого не слышу, не вижу, я вижу только вот холст и краски. И когда приходит мандала, я просто ее вижу, я ее вижу, я ее ощущаю, это колоссальное чувство, что я должна ее перенести на пост. Пока я ее не нарисую, я неспокойна, то есть я должна это выдать, вот эту информацию. И моя рука, в принципе, двигается самостоятельно, я не думаю о том, что я рисую. Я просто знаю, где какая точка должна быть, какого цвета, какого размера, когда я же заканчиваю какой-то элемент, я знаю, что должно быть дальше. То есть рука двигается сама или управляет свыше. Это, в принципе, я вам скажу так, любое творчество – это информация. Человек получает информацию либо из высших источников, либо из других источников, это уже вопрос такой. И любое творчество – изобразительное, музыкальное, какое угодно – это передача информации. Для того, чтобы передавать информацию свыше, в первую очередь нужно, чтобы сам человек был чистым. Для этого, собственно, ну, видимо, меня так и вели, что я уже практически 15 лет работала с энергетическими духовными практиками. И я научилась держать себя в порядке, в первую очередь, энергетически. То есть для этого нужно следить за тем, чтобы информация, которая через тебя проходит, чтобы она была чистой. Вот, и я сегодня вам предлагаю еще небольшой комплекс даотских практик, который нам позволит энергетически очиститься, наполниться, ну и сделать финансовый поток. Я думаю, никто не будет против финансов. Можно, прежде чем практики, начнем у меня один вопрос? Да. Вот ты сказала, что надо быть в каком-то, допустим, состоянии, чтобы это рисовать. Ну, ты уже на таком уровне, это состояние у тебя само как-то получается. Но вот можно, допустим, как-то самим на любительском уровне начать рисовать мандалы, ну, не имея какой-то, допустим, уровень, но рисуя мандалы, ну, как можешь, допустим, очиститься именно процессом. Ну, понимаешь, мы же не можем постоянно ждать там какого-то суперочищенного состояния, чтобы начать рисовать. Может быть, сам процесс поможет очиститься? Вот я хотела вас спросить, возможно ли это процессом очиститься? Это возможно, это возможно, естественно. Но здесь будет вопрос в том, можно ли потом будет использовать эту мангу в качестве очищения. Потому что если у тебя будет процесс очищения, и ты весь негатив сбросишь в то, что ты рисуешь, то потом это лучше будет жить. Ну, как бы для себя это можно использовать, но уже не... Для себя это можно, это как актерапия, в принципе, получается. Можно рисовать не только мандалу, а если... Ну, есть такая целая сфера, это актерапия, которой можно заниматься, это и психологи используют, и... Просто у меня такая мысль возникла, что как бы структурировая эту мандалу, рисуя, у тебя как бы мозг тоже налаживается. Есть такой момент, потому что когда ты через себя пропускаешь информацию и энергии, высшие энергии, естественно, они тоже очищают тебя. Но здесь нужно следить за тем, чтобы твои собственные каналы были чистыми. Для того, чтобы ты передала чистую информацию, которая потом сможет помогать людям, если это является целью. Если цель просто как арт-терапия очистить себя, то это уже другой момент. Для этого уже нужно потом уметь либо самостоятельно разобраться, либо обратиться к кому-то, чтобы человек сказал опытный, что с этим делать, что ты нарисовала. Либо сжечь, либо можно использовать для других целей. Потому что поначалу, конечно, то, что ты в самом-самом начале, когда только начинала энергетические практики, мне какие-то приходили знаки, какие-то чего-то. У меня был период, когда учитель говорил, сжечь. Я вот что-то здесь нарисовала. Сжечь. Ну, ты как бы выпустила. Да, пока пошла вот эта чистка, пока выходил негатив, пока была перенастройка всего. То есть это определенный процесс, и у каждого это индивидуально. И вот я за этим и слежу, чтобы моя рука рисовала то, что нужно. Чтобы потом чай пить. Да. Чтобы рука случайно не рисовала там каких-нибудь черсей. Для этого нужно следить за собой и за своим состоянием. Так. Еще какие-то вопросы есть? Угу. Ну что, займемся практиками? Да. Для этого нужно встать. Мы сейчас ножки отсидели. Потому что даотские практики делаются либо сидя на стульчике, либо столом. Значит, ну я думаю, что ни для кого сейчас не будет новостью то, что кроме физического тела у нас есть еще тонкие тела. И они больше, чем наше физическое тело. То есть мы на самом деле больше. И мы живем в таком мире, когда ну хочешь, не хочешь, но ты наберешься какой-то грязи энергетической. Достаточно проехаться там где-то в маршрутке. Особенно в час пик или где-нибудь. Потереться от толку народа и уже набрался. Обычное тело. Для того, чтобы почиститься энергетически. Очень есть интересная тактика. Значит, внутри у нас проходят тонкие каналы. Ну, основные еда сушумно-пингова, наверное, все знают. Но этих каналов еще больше намного. Проходят через руки, через ноги. Сейчас мы будем работать с каналами, которые находятся на ногах. В середине стопы у нас есть так называемые краники. Ну, чтобы было понятно. Которые можно открыть. Вот мы мысленно. Сейчас мы работаем мысленно и работаем с визуализацией. Мы визуализируем то, что мы делаем. Мысленно мы открываем эти краники. В центре стопы. Одна, вторая нога. Откручиваем, отвинчиваем, у кого-то там как-то отщелкиваем. У каждого это индивидуально. Мы их открываем. Для того, чтобы не загрязнять пространство, в котором мы находимся, из этих краников мы выпускаем корни вниз, в землю. Вырубиваем бетон мысленно. И весь негатив, который у нас есть, мы спускаем просто как унитаз в землю. Обязательно с просьбой, чтобы Земля приняла этот негатив. Земля имеет свойство перерабатывать негативную энергию в позитивную, так как она делает это на физическом уровне, она перерабатывает в это время. То весь негатив, все стрессы, нервы, проблемы, болезни, весь негатив мы спускаем. Важно, чтобы вы это почувствовали, увидели. При этом руки, ноги не скрещиваются. Кто знаком со своими тонкими телами, так же чистим тонкие. У кого есть какие-то заболевания, точно так же мы можем делать сброс. Представляем, как вода вытекает или все равно, как песок или что-то? У каждого по-своему. Если ты настолько чиста, что у тебя льется просто водичка, я... Нет, может грязная водичка. Грязная водичка, там может быть слизи, там может быть какая-то гадость. У каждого свое. Но это будет что-то грязное, негативное, это будет что-то коричневое, мерзкого цвета. Ну такой, всю грязь. Мы просто сбрасываем через ноги в землю. Лучше всего, конечно, это сделать босиком на земле, но если нет такой возможности, мы делаем таким образом. То есть спускаем корни, где бы вы ни находились, на каком этаже мы пробиваем бетон, ну чтобы не сливать вниз до соседей, в доме. А через вот эти корни, шланги, у кого как. Спускаем весь негатив. Так, проверяешь на фантазию, как будто ногу отручуешь, там корни, и с ноги идут. И земля говорит, не, я не буду это понимать. Может быть зевота при этом, вы можете зевать, могут быть слезы идти, это нормально. Все, что мы сбросили, мы это почувствовали. Мы можем встряхнуть в наши камни, чтобы убедиться, что мы все сбросили. Корни отсекаем и обязательно закрываем эти краники, мы не забываем это закрыть. Если мы это не закроем, у нас в итоге получится утечка энергии. Нам это не нужно. Мы если нас закрыли, у кого как, завинтили, закрутили, пробочкой заткнули. Индивидуально. Сейчас мы почистились энергетически. Теперь мы будем наполняться чистой энергией. Через точечку Байфуэй. Это темечка. Когда-то здесь был родничок. У каждого из нас есть связь с космосом. Это тонкая серебряная нить, которая связывает нас с божественными энергиями. Сейчас наша задача визуализировать эту тонкую нить в мощный поток. Мощный поток, который льется на нас сверху из космоса. Энергия любви и благодати. Мы пропускаем через темя и наполняемся. Цвет этой энергии может быть разным, индивидуальным. Не тот, который вам нужен на данный момент. Но он будет яркий. Зеленый, красный, желтый, розовый, белый, золотой. Возможно будет переливаться всеми цветами. А зеленый? Зеленый и салатом. А оранжевым? И оранжевым, и фиолетовым. Вы наполняетесь. Вы находитесь в этом потоке. Мощным потоке энергии. Вы наполняетесь сначала ногами. Вы чувствуете, как энергия течет по вашим жилам. Разливается по всему телу. Поднимаются ноги, внутренние органы. Если у вас есть какие-то заболевания внутренних органов. Либо какой-то орган слабый. Вы направляете эту энергию в этот орган. И наполняете до того момента, пока он начинает светиться изнутри. Наполняетесь и начинайте видеть свет внутри себя. Наполняете каждую клеточку своего организма. И чувствуете благодарность своего организма за то, что вы наполнили его. Цвет этой энергии может быть разный. Сегодня один, завтра другой. Все зависит от момента здесь и сейчас. Что вам необходимо? По мере практики у вас могут пойти какие-то движения. Которые находятся в потоке. Чувствуйте поток, как эмоциональные. Очень революция. Наполняемся и чувствуем. Начинаем светиться изнутри. Чувствуете себя таким плотным помидорчиком? Я не люблю помидоры. Хорошо, ты будешь баклажанчиком. Нет, кукурузой лучше. Хорошо, ты кукуруза у нас. Но все помидорчики это кукуруза. А я клубничку. Хорошо. У каждого свое. Кто клубничка, кто помидорчик, персик, кто-то папайя. Ну, такое дело. Кукуруза. Таким образом, если есть какие-то заболевания, вы можете направлять энергию в нездоровый орган. И это во многом поможет вскорить процесс выздоровления. Сейчас мы почистились, наполнились энергией благодати. Сейчас, в принципе, по той же схеме практически мы будем делать финансовый поток. Кому не нужны финансы, поднимите руку. Я хочу на вас посмотреть. Финансы нужны всем. Сейчас мы будем по такому же принципу, через голову, будем визуализировать финансовый поток. Попросите у Вселенной. В первую очередь, нужно аргументировать, зачем вам это надо. Вселенная всегда должна знать, зачем вам это нужно, зачем вам нужны деньги. Вдруг вы на какую-то плохую тему потратите. Поэтому, кому-то нужно поднимать ребенка. Кому-то нужны финансы для того, чтобы пойти в ту же Индию. Для того, чтобы улучшить свое саморазвитие, состояние. Может, кому-то нужно лечение, учение. Кому-то просто новые туфельки. Это тоже важно. Поэтому аргументируем для начала, зачем нам это нужно. Сообразим, зачем. И визуализируем поток финансовый. Он может быть в разном виде. Это могут быть деньги. То есть поток из денег сыпется на голову. Доллар, у кого-то золото, у кого-то брюлики, дракцами камни. Но сыпется, сыпется вот это вот все. Это энергия денег, энергия финансов. А у меня боты боты. Хорошо, у тебя боты. Оставляем руки. Сейчас мы будем работать с каналами через руки. Вы чувствуете, как это все сыпется? И вы чувствуете тяжесть в руках? Деньги, брюлики, золото. Через центр ладошки эту энергию мы втягиваем в себя. Через одну, через вторую руку вы втягиваете в себя. Через центр ладошки. Берюлики, золото, деньги, бачки. Втягиваем, наполняемся всеми этими драгоценностями изнутри. Чувствуем, как разливается по телу. Наполняемся. Сначала ноги, поднимаем выше. Туловище наполняем. Наполняем изнутри. Наполняем голову. И делаем корону. Корону на голове. Зачем корона на голове? Потому что мы короли своей ситуацией. Мы управляем ситуацией. Мы знаем, где и когда нам нужно быть. для того, чтобы все осуществилось. И весь этот поток мы закручиваем по часовой стрелке вокруг себя. Мы постоянно находимся в этом финансовом потоке. Опа. Деньги всегда идут к деньгам. Поэтому мы должны быть внутри. Мы должны чувствовать, что мы наполнены. Любые дела делаются тогда, когда вы наполнены энергетически. Потому что в любой ситуации с вами хотят общаться тогда, когда вы наполнены энергетически. Когда вы не пустой, не пустой. Когда есть с кем общаться. Когда идет энергия. Тогда хочется. Тогда клиенты хотят с вами общаться. Они хотят с вами иметь дела. Сейчас мы почистились. Мы наполнились энергией любви и бодридати. Мы наполнились энергией финансов. Теперь нам нужно это все защитить. Сейчас поработаем с энергией стихий. Кто не знает, кто какая стихия, спросите, что все. Значит, стихия есть. Это земля. Это по знакам зодиака. Стихия земля визуализирует золотой песок. Вода, соответственно, воду. Воздух. Воздух и огонь. Огонь. То есть мы делаем вокруг себя энергетический кокон. Вихрь. Земля закручивает песок. Вода закручивает водоволок вокруг себя. Воздух делает турнаду. Ну и огонь, соответственно, огненный кокон вокруг себя, который вращается по часовой стрелке с большой-большой скоростью. Таким образом, вы концентрируете всю энергию внутри себя, которую вы сейчас набрали. И вы защищаете ее, потому что ваша энергия принадлежит вам. Никто не имеет права ее забрать. И вы используете ее только для себя и на свое смотрение. Делаем вокруг себя кокон. С ног до головы. Который вращается с бешеной скоростью. И не допускает никакой негатив к вам. Кто знаком со своими тонкими телами, можете делать несколько уровней на каждом тонком теле. И все готово. Мы почистились, набрались, наполнились, оздоровились и защитились. Спасибо всем. Если есть у кого-то вопросы, спрашивайте. Спасибо. Можно приобрести репродукцию мандал вот в таком виде. Это печать на холсте с подрамником. Оригиналы я пока что не продаю, потому что я планирую еще выставки из Белиси, поэтому... Есть еще маленькие мандалы, которые можно купить. И вот такие удивительные серьги на дереве. В принципе, это все, о чем я хотела рассказать. Кто хочет, можете подойти, посмотреть, пощупать. Попробовать подышать и рассказывать, почему у него нету бивня одного. Почему у Ганэша нету бивня? Хорошо, я тебе скажу. Ганэша это сын Шивы. И когда-то у Шивы были очень важные дела, и он сказал, что никого в Шиве не пускать. Поставил Ганэшу на стражу. Ганэша ставил на стражу. Пришел один мудрец, ученик Шивы, с каким-то срочным делом. Ганэша сказал, что он хочет поговорить с Шивой. Ганэша сказал, что папа сказал никого не пускать. Но мудрец сказал, что я такой крутой мудрец. Кто ты такой, чтобы ты меня не пускаешь? Ну, разозлился, взял, отрубил за нашу бивень. Правда, потом долго извинялся. Какая история. Вот такая история. Теперь для наших бездарных брендов. А вы когда представляете мандовы, они как-нибудь двигаются в процессе? Или они статичны? Я их не представляю, они как-то сами. Ну, когда они представляются? Да. Они в движении или статичны? Ну, есть какой-то объем? Или вы их видите вот в 2D? Это есть какой-то период, пока информация приходит. И она сначала двигается. Пока вот эта конструкция полностью появляется, когда уже начинает двигаться. Понимаешь, я хочу? Потому что она собирается в кустыке, да? В кустыке, да? В кустыке, да? С плеера, да? Да-да-да. Пока диск записывается, вот какой-то момент проявляется, проявляется. То есть, она, в принципе, вот эти вот все структуры, они объемные. То есть, если есть опыт поета в сам. Можно сюда вернуть, и там целое пространство, на самом деле. То есть, сложность в том, чтобы передать вот эту всю информацию на плоскости. В наш мир, вот в этом есть самая большая особенность. А какую краску вы используете? Это строительный акрил. Художественные акрилы. Он подходит почему-то. Маленький человек. Это маленький человек для меня. Серьезно. А это тоже строительный акрил? Да. Это вот акрил для внешних работ с акрилом. Спросите замешивать. Странительный акрил. Мне кажется, это очень классно. И для активных ощущений. Да, это активно сложно, да. Очень интересно. Есть такое основное. Какое? Ксения. А так он хоть рог отрезать. Вот, ксения, вопрос здесь. Он такой, детки. Значит, суть такая, что какая ванна будет была, какую бы она назначима не имела, скажем, какой-то более энергетическое. В одной линии или в другой день. Но если ты не очищен. Любая манная вода пускает в любом случае энергия, которая способствует твоему очищению. Да, да. На каком этапе? Это, это, это или вообще всё по различным, что ты используешь, оно на каком этапе тебя очистило? Да, однозначно. Как понять, что ты очищен? Если хорошо, наверное, то... Как понять? Я вам скажу. Если вам удалось очень хорошо почиститься, это будет состояние кайфа. Просто состояние кайфа. То есть это состояние блаженства. Когда вы очищены, когда в вас находятся чистые божественные энергии. Это состояние блаженства. И если есть возможность знания и мнения и упорство постоянно поддерживать состояние, то вы практически постоянно будете. Да. Да, да. Да, да. Допустим, очень слабо очочно, да? Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да, да. 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 Если у вас... Это по разуме. Это бывает иногда, но в сон уже клоун. Дениса, вы говорили иногда про какой-то зал, который вы там работали? Это не далеко. Да. Да, да. Да, да. Да. Мама, это кошечка. Мама. Мама, это кошечка. Мама. Это каждое место, в каждой точечке, именно в каждой точечке, и они разные цвета, понимаешь? Я могу отдохнуть. Практически, даже не жизненно важно, а важно, чтобы она была чистой. А вот есть какое-то более конкретное предназначение, например, это, на что помогает? Ганеша, ну, в принципе, Ганеша, если знаете, это Ганеша. Ганеша – это сын Шивы, головой слона. По большей своей части Ганеша покровительствует бизнесом и финансом. Я знаю, что он не дал каждое мандало для чего-то, но это спокойно. Да, но это индивидуально. То есть, вот это мандало, это для каких-то. Вот как раз направительное. А для спокойствия для лучшего сна. Для лучшего сна. А вот Шива. Шива чистит мозги. Работа у него такая. Шива, в принципе, одна из главных журцогов. Шива, в принципе, одна из главных журцогов. Он из зала что-то, да? Да. У меня здесь... А пару мандалов есть, которые сквозят? У меня очень огромные мандалы, которые устраняют энергетические жалки. Вот это очищающая мандала, очень сильно чистый. А вот это тоже очищающая. Шива, в общем, знания. Вот это дает 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 финансы. Энергия. Вот это дает 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 финансы. Из-за этого я рисовала. Жаль, что она очень аж ледущая. Из-за этого я рисовала. А вот это я рисовала. Я рисовала. Субтитры создавал DimaTorzok